Девушки отдыхают 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 и за счет забегов обратить больше внимания общественность к данным видам проблем. Как-то так. Как-то так мы к этому пришли. И сейчас проходить будет 10-часовый забег. Это первый благотворительный мой забег, который будем совместно делать. Это на городском стадионе при поддержке Федерации легкой атлетики Николаевской области. Я буду бежать 10 часов по кругу 400 метров. Ко мне может присоединиться любой желающий абсолютно, пробежать любую дистанцию. Ваш забег можно також назвать, читаючи в соцмережах, анонс до забегу, что это план по спасению. Расскажите нам, будь ласка, в чем спасение будет полягать. На самом деле это мероприятие, это лишь начало достаточно длительной инициативы. В течение длительного времени мы смотрим, что идет системная проблема. Это детские смерти. В среднем в Николаевской области 40-50 детей ежегодно погибает вследствие несчастных случаев, насилия, суицидов. И я очень часто бываю на международных конференциях, знакомлюсь с очень интересными людьми, с международными, с национальными специалистами. И несколько раз подряд мы встречались с одними и теми же самыми специалистами по суицидам, по несчастным случаям. И так получилось, что в течение этих недель, когда мы с ними общались, мы разработали в Николаевской области план спасения. Это определенный перечень мероприятий, направленных на снижение, на профилактику детских смертей. Он подразумевает под собой привлечение этих же специалистов для обучения психологов, сотрудников сферы образования, социальных педагогов именно по проблематикам суицидов и рискованного детского поведения. Это позволит на ранних этапах появлять детей, у которых есть изменения в поведении, суицидальной наклонности. И позволит создать систему переадресации эффективной, что в дальнейшем позволит в разы сократить детскую смертность. План не краткосрочный. План рассчитан минимум на три года. То есть это очень четкая последовательность. Да. Проблема системная. И системную проблему невозможно решить даже десятичасовым. Это возможность привлечь внимание жителей города, жителей области, жителей Украины к этой проблеме. И сказать, что прийти своим приходом, сказать, что нас это беспокоит. Мы хотим решения этой проблемы. Мы открыли регистрацию для того, чтобы человек мог получить свой именный номер. А присоединиться может абсолютно любой человек прийти, не обязательно даже проходить регистрацию. Может прийти, поддержать, пробежаться, как бы и оздоровиться заодно. Для того, чтобы отримать этот именный номер, что необходимо, какую процедуру необходимо пройти? Пройти по ссылке Google форму, заполнить. Там буквально три пункта. Ничего сложного. За какими тегами вас можно найти в интернеті для того, чтобы найти эту самую Google форму? Юнітус. Саме по Юнітусу. Что вы планируете на цей десятигодинный забег? Сколько же людей, возможно, пройшло регистрацию? Я пропоную еще раз нагадать, коли он будет проходить? Он будет проходить 28 января, воскресенье. Уже прошло порядка 15 человек регистрацию. И я думаю, придет очень много людей, потому что на моих знакомых только очень много позвонило, сказали, что придут. Также мы привлекли таких активных людей города Николаева, как Татьяна Яшкина, это магазин Охота. Они поддерживают полностью своей командой, придут Юга Ход, Горячая Юга, Дмитрий Жук. Они тоже придут своей командой поддержать нас. То есть поддержка будет глобальна? То есть поддержка будет глобальна. А още до того, что написано, что все деньги будут направлены на здействие самого плана. Будет какая-то специальная скринька, в которой люди смогут надавать деньги? Мы на номерах. Каждый, кто будет бежать, будет получать стартовый номер, можно так сказать. И на этом стартовом номере будет QR-код, по которому можно сделать пожертвование на любую сумму. То есть так интересно и интерактивно вы решили забег оформить? Наши телевизорщики также интересуются, что в течение трех лет вы планируете на проведение этого плана, на создание программы. А вот после 10-ти годинного забега, какая следующая акция, какой следующий будет крок? Конечно, в идеале мы планируем после акции начать активные мероприятия по плану. Первое, что нам необходимо, это привести специалистов в Николаевский регион для того, чтобы провести круглый стол с представителями образования, социальной защиты, службы по делам детей, города и области, чтобы каждая из сторон могла донести свои доводы, свои видения ситуации, и чтобы мы могли выработать общую концепцию. Естественно, это самый первый шаг, который должен быть сделан. Я надеюсь, что мы соберем достаточно ресурсов для осуществления этого первого шага. Если нет, то мы будем продолжать делиться с гражданами города Николаева области с необходимостью, с потребностью. Но я думаю, что все будет хорошо. Особенно с этого привода, я так понимаю, что самым благодейным забегом не завершится сбор денег. И все, желающие, которые хотят приедаться до вашей программы, смогут найти фонд Юнітус для того, чтобы сделать какой-то свой внесок. Конечно. Да, конечно. Мы ищем людей, которые готовы присоединиться на команду и помочь любыми методами. Ресурсы нужны абсолютно разные, потому что финансовые ресурсы – это один из ресурсов, который необходим. А вот что еще необходимо для оформления команды, для здействия этого плана? Я думаю, что самый важный ресурс – это люди. Если у человека есть свободное время, если он готов стать частью команды, если он готов доносить необходимость изменений, необходимость этого плана своим друзьям, знакомым, людям, которых он знает. Я думаю, что это тоже важнейший ресурс. И я думаю, что даже без этого ресурса нам будет очень тяжело. Что ж, друзья, я нагадую, 28 сечня о 8-й године ранку 10-й годинный забег «Бег заради життя людей». Я пропоную приеднатися до цього забегу, врятувати наше майбутнє. Адже, как уже сказала, наши ранковые гости, дети – это запорука нашего счастливого майбутня. Здоровьи та счастливые дитлахи. Я нагадую, что сегодня до нашей студии завітали организаторы 10-й годинного забегу «Ранфо-чериті» Сергей Ян и Сергей Иваненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова